Москва. Начало 90-х. Знаменитый рынок в Лужниках. Здесь можно было найти все. Спортивные костюмы известных фирм, джинсы, кроссовки. И если хорошо поискать и поторговаться, коньки. Такие коньки стали самыми первыми для нашей героини, нападающей сборной России по хоккею Ольги Сосиной. У меня мама, раньше за него была такая палатка на рынке. Раньше это было, когда там в 90-х годах модно было. У всех были палатки на рынке. И мама ездила в Москву закупаться. И я как бы ее попросила, мам, купи мне коньки. Настроилась Ольга. И покатила. За бронзовыми наградами. Давай, Оля! Бросок! Шайба влетает в ворота из сборной России. Выигрывает бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею. Сейчас у Оли за плечами две зимние Олимпиады в Ванкувере и Сочи, две бронзовые медали Чемпионатов мира и золота универсиады. Не отступать и не сдаваться – этот девиз точно про нее. Но прежде чем рассказать, какая Ольга сейчас, давайте вернемся к истории с коньками. Мама спрашивает, какой тебе размер. Я говорю, бери на выростные. Мама привезла 39-42 раздвижные динамо такие пластмассовые. Я думала, что, все мои последние, первые последние коньки на вырост, на будущее. В первую же зиму лопнули минус 30 на улице. Коньки прибыли в Татарстан, город Альметьевск. Именно тут и живет по сей день семья Сосиных. Но прежде чем заполучить свою первую хоккейную обувь, Оля прошла, можно сказать, спартанские испытания. Нет, не ради коньков. Элементарно ради того, чтобы просто начать заниматься хоккеем. Да я жила, у меня напротив дома коробка была. Я смотрю, мальчишки играют. Я думаю, ну да, я тоже попробую. Что там, 7 лет всего лишь. Подхожу к тренеру, он говорит, нет, мы девочек не берем. Ну я говорю, ну пожалуйста, упрашиваю, упрашиваю. Он говорит, нет, я пошла за мамой. Мама дома тоже надо мной сначала что-то так смеялась с сестрой. Там у меня сестра на 15 лет старше. Они говорят, да что ты придумала еще, что сейчас опять, похож в месяц и бросишь. Я говорю, нет, нет. Вроде мама упросила, мама пошла. Разговаривала, он тренер говорит, ну нет. Говорит, ну если она год коробку почистит, всю зиму проходит, то я, говорит, ее на следующий год возьму. Пришла домой такая, что-то они смеются, смеются с сестрой. Смотрят, я на следующий день перед школой. В 7 утра в школу встаю, к 8 уже уроки. В 7.15 уже, говорит, стою. Там скребки такие большие были. То есть я росту, наверное, там чуть-чуть и скребок такой большой. И скребка, говорит, не видно, в окошко смотрю. Говорит, чистит, ходит снег бедненький. Говорит, лопаты больше, чем она. Мама не думала, говорит, мне не проходит. Мне всю зиму проходило, на следующий год. Каждый день ходила, каждый день. Выходной, не выходной. Обычно еще там в школу не ходишь, вроде минус 28. Не, на коробку точно пойдешь. Все зима проходило, на следующий год меня взяли в команду. Мы решили проверить, помнит ли Оля, как это, убирать снег с дворовой коробки. И отправились на открытый каток в центре Уфы. Снега, надо сказать, было не так уж и много. Не быстро. Да, так и убирала. Еще скребок был больше меня, тут только лопата. Посадки бывали разные, много бывало выпадало снега. Бывало то, что вообще невозможно было почистить. Делали такие зигзаги всякие, дорожки прочищали и в догонялки играли по кругу. Но на уборке снега работа на хоккейной коробке не закончилась. Оля решила потренировать подрастающее поколение. Как когда-то тренировали ее саму в морозные дни на открытом катке. Вот она профессиональный петлист, она тебя сейчас поучит. Все, готов? Давай, ножку вперед одну. Как нет, другую, другую. Вот, давай. Оп. Назад отводи клюшку чуть-чуть. Вот, отсюда. Давай. Вот. Вот так когда-то тренер меня учил, такая же маленькая была. Так же все. Только коньки были побольше намного. Динамо, раздвижные, 39-43. Давай. Вот чуть-чуть назад и вперед клюшку руками. У меня были такие шерстяные носки, там тоже примерно такого же размера, чтобы они внизу еще оставалось, хватало места. Теперь шерстяные носки Оля не подкладывает. Коньки прекрасно подходят по размеру. Да и клюшка намного удобнее, чем первая. Но, с другой стороны, первая клюшка, она ведь останется в воспоминаниях навсегда. А клюшка я тоже долго очень упрашивала. Мне купили, я даже не помню, как фирма. Какая-то там вообще самая-самая простая, наверное. Выбрать правильный хват – это не сумочку в магазине купить. Выбор невелик, зато на всю жизнь. Долго еще в магазине выбирала. Так ли удобно, так, что маленькая, 7 лет, непонятно, долго стояла. И в итоге правую. А вот в пользу правильного амплуа Ольга не сразу сделала выбор. Как всегда, на профессиональном пути подсказали старшие. Ну, во дворе я все время играла в защите, потому что вроде и скорость была, и там успевала, и вперед бегала. Как бы потом приехала в клуб, вот в Нижний Новгород. Меня позвали. В возрасте где-то 14 лет. И я говорю, меня спрашивают, а ты на какой позиции играешь? Я говорю, ну, в защите. И говорят, нет, это не твое. И поставили на падение. Мы не смогли не затронуть тему, каково Оле было в детстве. Ведь девочки поначалу делят раздевалку с мальчиками. Ну, сначала было как-то они смеялись, смеялись, а потом вроде, когда я начинала уже их перерастать. Все равно девочки раньше развиваются. И все равно я была в каких-то, вначале лучше их, потом они, ну, как бы, более-менее сравнивались. И вначале они как-то смеялись надо мной, там, этот, а потом, наоборот, защищали, поддерживали, отстаивали. Ну, и мальчишки мне, мне кажется, хорошие попались, все время только защищали, старались, там, этот, сделать так, чтобы мне было комфортно. И когда я переодевался, они уходили. В жизни мы порой находимся в поиске себя, ведь не сразу понимаешь, какое дело именно твое. А бывает, везет, и осознание своей принадлежности к чему-то приходит в самом раннем возрасте. Как это было у Ольги и такого неженского вида спорта, как хоккей. Ну, на самом деле, наверное, с самого детства, если меня мама в два часа ночи только могла загнать с коробки домой, тренер мой первый, Данил Факадий Павлович, он мне оставлял свет на коробке, четыре света оставлял, четыре фонаря. От мальчишеской раздевалки, от полутемной дворовой коробки к Олимпийскому льду. Ольге было 17 лет, когда она впервые выступила на самом заветном для всех спортсменов турнире. Это был Ванкувер-2010. Я, наверное, не верила своим глазам на то, что я... Да и вообще почувствовала то, что я присутствую на Олимпиаде. Ну, для каждого спортсмена это самое, что может быть лучше, наверное, в его жизни. Мужики-то наши тогда выиграли, да? Ну, мы примерно одно место заняли. То, что и мужики, то и мы. И то же самое в Сочи, конечно, к сожалению, повторилось. Потом были в Сочи ежегодные чемпионаты мира. Но давайте обратим внимание именно на 2016 год. Россия выигрывает в бронзовом матче у Финляндии по булитам. Победны на Ольге Сосиной. И тут сказались не только удача и мастерство. У нас просто финская вратарь в Скифе играла. Последний сезон, когда как раз я играла, она тоже играла именно этот вратарь. Мэри Райсенен. И как бы мы очень много на самом деле тренировались. И для меня было, мне кажется, как и для меня, для нее было то, что мы встретились в таком моменте на льду важном. И, не знаю, это было, наверное, так непредсказуемо. И она не знала, что там... Она вроде и знает меня, вроде и я знаю. И как-то вот так и... не знаю. Ты сейчас ты больше никогда? Ну, возможно. Давайте что придумаем? Что снимать-то будем на льду? Упражнения надо поснимать. Что снимать, тут и думать не надо. Просто наблюдать за тренировкой Оли и слушать, как она звонко смеется на площадке. Хорошо! Хорошо, что белого делала. Белый в порядке. Гол был! Был гол! Гол был! После тренировки немного прогулки не помешает. Мы отправились к знаменитому памятнику Салавату Юлаеву. Пожалуй, самому живописному месту в Уфе. Конечно, иногда хочется прогуляться, чтобы развеяться, чтобы подумать. Когда гуляешь, думаешь обо всем. По-другому оцениваешься. А вообще, башкирская культура, она как-то близка, ну, ты же в Татарстане, по идее, или ты знаешь? Ну да, даже языки в чем-то похожи. А ты знаешь что-то по татарски? Ну так. А что, ну-ка скажи нам. Ну, привет, знаю, салям. Салям. Ну и по-башкирски тоже так же. С доктором нашим так же здороваюсь. А что еще? То, что культура башкирии Ольги по душе, стало ясно сразу. Остановиться и послушать местную народную песню, почему бы и нет. Съемочная группа Мач-ТВ была здесь уже не в первый раз. Несколько месяцев назад мы были тут с капитаном молодежной сборной России Кириллом Капризовым. Заглянули с ним в сувенирную лавку, продавцы которой нас уже, похоже, узнают, и вручили курай, народный башкирский инструмент. У него тогда, помнится, сыграть не очень вышло. Нет. Я не умею. Давай, давай. Вселенную прям дуть. Его под губу как-то вот одевают. А вот у Ольги даже чуть-чуть получилось. А у Капризов-то хоть что-нибудь получилось спеть-то? Оля, как и в спорте, не отступала. Даже здесь проявила свой характер. Вот, почти. Я, конечно, попробую, но у меня там брекеты. Я сейчас оббрекену. Дело главное, чтобы там вышли в курку сыграть. У меня хорошо получается. Оббрекеты. Вроде бы мелочь. Попробует сыграть на музыкальном инструменте. Но эта незатейливая вещь характеризует то, какая она есть на самом деле. Ольга Сосина. Она боец, конечно. Я ее знаю уже давно. Играли с кимфи, уборные. И здесь сейчас боец, да, который настроен только на победу. Поможете мне. Боец. Даже когда ей больно, иногда бывает ударит сильно, лежит. Думаешь, ну все, не встанет, там ее увозят. Уже думаешь, кого там поменять. И там еще смотришь, что на следующую смену уже все заряжено опять на борьбу, на игру. И, конечно же, мы не могли не задать вопрос про Олю Екатерине Смоленцевой. Участница четырех Олимпиад и девяти чемпионатов мира. И, пожалуй, одной из самых известных российских хоккеисток. Правду. Да хороший, добрый человек. Не умеет проигрывать, мне кажется. Очень относится к себе, знает, как. Вот не получается, будет, пока вот не получится. Упертая. Ну, молодец-то, спортсмен. А в сборной как-то? В сборной сейчас она капитан. Ей приходится там руководить. Может, ей где-то сложно, но она старается. Девчонки ее слушают. Если человек хочет чего-то добиться в своей жизни, то где бы он ни родился и куда бы его ни забросила судьба, желание победить и такая черта характера, как упорство, помогут всегда. Ведь даже когда еще Уля не родилась, ее мама будто уже воспитала. В ней невероятное стремление двигаться только вперед и ни за что не отступать. Мама воспитала, можно сказать, нас одна с сестрой, и она все сама ездит. И на девятом месяце беременности со мной в Москву улетала за товаром. С коляски таскала, говорит, коляску купила в Москве, говорит, дорогую, говорит, купила тебе коляску на твое рождение. Говорит, прилетаю, говорит, в аэропорт в Казани, говорит, мне мужчина, говорит, продай тебе коляску. Я, говорит, за нее в три дорого заплачу. Мама, говорит, нет уж, спасибо, говорит. Я, говорит, тащила до девятого месяца беременности, а сейчас все тебе дать. И как когда-то мама не отдала заветную коляску, так теперь Оля ни за что не отдаст свои победы. А их еще, мы верим, будет много. Мне кажется, у каждого спортсмена есть шанс. Это вообще, Олимпиады, это не чемпионат мира, это совсем другое. И каждый спортсмен готовится к Олимпиаде, как, не знаю, как в последний раз, потому что никто не знает, попадет на что на одну Олимпиаду, не попадет. И я думаю, что у нас есть шансы. У нас сейчас молодая сборная, перспективная очень молодая сборная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok